7 идей, как разнообразить твою презентацию. Нестандартные формы для фото, используем гаджеты, гифки, живой фон, градиенты, хорошая анимация, иллюстрация. Привет, я Миша, учу делать тебя необычные презентации. Смотри это видео не перематывая для того, чтобы ничего не пропустить, а в конце тебя ждет бонус, будет от меня подарок. Сразу начнем, запускаю просмотр слайдов. Первая идея, как разнообразить твою презентацию, необычные формы для фото. Есть у нас фотография, вместо того, чтобы ее скучными квадратами или прямоугольниками вставлять на слайд, ее можно поместить в любую фигуру или даже комбинацию из фигур. Ее можно поместить в медведя, а точнее в любую иконку, которая стандартная из пауэрпоинта или даже скачана из интернета. Можно поместить в текст, можно поместить вообще вот такую даже квакозябру. Я сейчас тебе расскажу, как это сделать. У меня есть тут презентация, которую я заранее подготовил, не могу сейчас быстро открыть. У меня есть на слайде две фотографии. Мы одну фотографию поместим в фигуру, вторую в иконку. Для того, чтобы поместить ее в фигуру, для начала нужно фигуру вставить, я захожу на вкладку «Вставка», «Фигуры», выбираю здесь любую фигуру, например, треугольник, вставляю такой равнобедренный треугольник и, пожалуй, я его задублирую, нажму Ctrl-C, Ctrl-V и изменю его форму. Например, я его так покручу, вот так вот поверну, сделаю какую-нибудь композицию, еще скопирую, вставлю, вставлю вот сюда. Я думаю, когда ты будешь делать это в более спокойной обстановке, ты сделаешь более красиво. Сейчас эти три треугольника, они каждый сам по себе. Мне для начала их нужно объединить в одну фигуру. Для того, чтобы их объединить, я их сначала выберу, все три. Зайду на вкладку, вот сюда, «Формат фигуры», выберу инструмент «Объединение фигур» и здесь выберу «Объединить». Теперь это у меня одна полноценная фигура. Теперь мне нужно оставить пересечение, где у меня фотография пересекается с треугольниками. Я их добавлю, увеличу в размере. Сначала я выбираю фотографию, то есть она у меня выбрана. Затем я выбираю «Треугольники». Сейчас у меня выбрано два объекта, «Фотография», «Треугольники». Я захожу на вкладку «Формат фигуры», выбираю вот этот инструмент «Объединение фигур», но сейчас уже выбираю «Пересечение». Таким образом, у меня остается только та часть, где у меня фигуры из фотографии пересекались. Займемся второй фотографией. Эту фотографию я буду помещать в иконку. Иконку я специально буду искать на сайте. Вот здесь у меня есть сайт, где я беру классные иконки. Ссылку, естественно, оставлю в описании. Выберу, например, вот эту иконку «Липовый лист». Она у меня скачивается. Важно, чтобы иконка была в формате именно «SVG». Это именно формат для PowerPoint. Все стандартные иконки, которые есть в PowerPoint, они именно в этом формате. Я эту иконку беру и перетаскиваю на наш слайд. Чик-чик. Оп. Все, иконка у меня на слайде. Я эту иконку увеличу в размере. Но вот в чем задача. Это у меня поначалу иконка. Мне ее нужно преобразовать в фигуру. Я могу нажать на ней правой кнопкой, нажму вот здесь «Преобразовать фигуру». И все, это у меня фигура. Теперь действия абсолютно точно такие же. Я выбираю фотографию, выбираю иконку, захожу на вкладку «Формат фигуры». Здесь инструмент «Объединение фигур». Нажимаю «Пересечение». Все, у меня теперь здесь фотография в иконке. Если мне не нравится кадрирование, я могу нажать на нее правой кнопкой. Здесь нажать «Обрезать». И тут уже эту фотографию перемещать по фигуре так, как мне хочется. Могу ее даже чуть-чуть убавить. Вот так. И на слайде расположить, как мне нужно. Поехали дальше. К следующему инструменту. Запускаю снова эту презентацию. Второй инструмент, как можно разнообразить слайды, это использовать гаджеты. Да, именно телефоны, компьютеры. Можно в них вставлять все, что угодно. Этот способ просто невероятно круто подходит для того, чтобы отображать скриншоты телефонов, компьютеров. Например, можно вставлять скриншоты социальных сетей. Можно вставлять скриншоты любых приложений абсолютно. Можно, в принципе, вставлять информацию, которую удобнее смотреть на экране, которую мы привыкли смотреть на экране. Вставлять ее в экран, там, откуда мы ее взяли. Причем это не обязательно только для скриншотов. Отлично можно вставлять фотографии. Точно так же и в ноутбук. Да, вот сейчас вот видишь скриншот ноутбука. Можно вставлять фотографию. Как это быстро и просто сделать? Есть у меня вот этот пустой слайд. Мне сюда нужно вставить уже ту информацию, которую нужно поместить в телефон. У меня есть папка, в которой я заранее подготовил объекты. У меня тут скриншот моего инстаграма и рамка телефона. Я выбираю эти два объекта и перетаскиваю просто на свой слайд. Вот они у меня здесь переместились. Для начала я, наверное, убавлю. Для начала их нужно выровнять по размеру. Я вот возьму телефон, выровняю его по центру слайда и займусь теперь скриншотом. Убавлю в размере и мне нужно этот скриншот поместить на рамки этого телефона. Причем, чтобы они немного заезжали и при этом не было пробелов. Увеличиваю скриншот, пока он полностью не зайдет. И что важно, например, конкретно у этого телефона, айфона, который я взял, скругленные углы. И для того, чтобы углы фотографии не вылазили, ее тоже можно немного скруглить. Я выделяю фотографию, захожу на вкладку формат рисунка. Здесь инструмент обрезать, обрезать по фигуре и выбираю прямоугольник со скругленными углами. Только немного углы делаю поменьше, ну и таким образом, чтобы они не вылезали за рамку. Потом я выбираю эту фотографию, нажимаю на нее правой кнопкой и отправляю на задний план, то есть за телефон. Оп. Я выделяю следующим шагом две фигуры, два объекта. Захожу, можно вот здесь даже на вкладке формат рисунка в расположение и выбираю группировать. Все, теперь это у меня свободный объект, который я могу трансформировать, увеличивать в размере, как угодно разместить на моем слайде. Пользуюсь этим инструментом, это действительно прикольно, хоть для скриншотов, хоть для любых фотографий. Вернусь вот на эту презентацию. Следующий, третий инструмент, каким образом можно разнообразить презентации, это гифки. Честно, я гифки очень люблю. Гифки это прям невероятно круто. Почему? Во-первых, их не нужно настраивать в плане анимации. Да, они сами по себе уже анимированы, их можно добавлять просто на слайд как картинку, как фотографию. И они сами будут играть здесь. Причем гифками можно на свою презентацию добавить некого юмора. Да, они обычно там смешные, какие-то забавные. Гифками можно привлекать внимание к каким-то объектам. Да, если ее там уменьшить, расположить на слайде, действительно эффектно выглядят. У гифок есть, конечно же, и свои минусы. Они бывают, отвлекают от важной информации и иногда бесят и раздражают. Но если этим инструментом пользоваться грамотно и аккуратно, можно действительно классно это провернуть. Вот, например, другой слайд. Вот видно, да, то, что у меня там в правом нижнем углу бегает паучок. Возможно, не самый лучший пример, я это понимаю. Но вот этот слайд мне очень нравится, он получился прикольным. Да, то есть такое, типа, что происходит? И гифки действительно рабочий инструмент. Покажу, как это можно там быстро провернуть, быстро сделать. Вот есть у меня слайд. Да, вполне обычный слайд, какой-то такой, рабочий. Я его накидал. И мне нужно сюда добавить гифку. Я что, я пойду в первую очередь в интернет, эту гифку искать. Гифки ищутся в интернете. И в поиске прямо напишу гифка на белом фоне. Нажимаю Enter. Захожу вот сюда в картинке. Смотрим, что у нас тут есть. Мне, например, по цвету нравится вот этот вот котик. Я могу на него нажать и попадаю уже на сайт, где я могу эту гифку скачать. Вот здесь у меня есть кнопочка скачать анимацию. Вот эта гифка, она у меня уже на компьютере. Я ее просто беру и перекидываю на слайд, как обычную фотографию. Вот она мне переместилась. Я, естественно, ее убавляю в размере, так как мне это нужно. И вот помещу за эту фотографию. То есть выбираю и отправляю ее на задний план. И здесь уже с помощью кнопок просто выравниваю так, как мне нужно. И сейчас запущу слайд-шоу. Смотрим. Оп-оп-оп. И эта гифка, да, вот этот котик, как будто он что-то делает с этой фотографией, играется. И, ну, действительно, от важных, да, если гифку размещать на важных слайдах, да, где много информации, это может отвлекать. Но грамотное использование, наоборот, может добавлять некой насыщенности вашим слайдам. Следующий, четвертый уже у нас инструмент, как разнообразить презентацию, это живой фон или изображение на фоне. Вообще на фон можно вставлять все, что угодно. Вот в данном примере, да, у меня вот фотография, но еще знаете, что можно вставлять на фон. Гифки, гифки тоже можно вставлять на фон, вот как в этом примере. То есть просто берется гифка, она растягивается на весь слайд, помещается, да, за прозрачный, полупрозрачный прямоугольник. И создается вот такой интересный эффект. Вообще гифки это такая тема, по ним прям можно отдельный видео урок записать. Самое главное, на этом слайде долго не задерживаться. Если долго смотреть на этот слайд, может начаться какой-нибудь страшный приступ. Можно помещать на фон фотографию, как в этом примере. Обычная фотография скачана из интернета, помещена на фон. Сейчас покажу, как это делается. Вот это, наверное, самый такой интересный, самый классный прием. Он отлично подойдет для слайдов, для публичного выступления, для заголовков слайдов. Видео, видео на фоне. Покажу, как это делается, покажу именно на видео, потому что видео немного сложнее вставлять, чем гифку или фотографию. Но принцип один в один на всех элементах. Есть у меня вот этот слайд, написано «Бодрость», и мне нужно на этот слайд поместить видео, да, на фон. Я захожу снова в интернет, у меня тут открыт сток. Я здесь нахожу видео, ссылку на этот сток я тоже приложу в описании. Вообще, все ссылки, все материалы, которые я использую в своих уроках, я прикладываю в описании, для того, чтобы ты смог ими воспользоваться. На этом сайте я, пожалуй, сейчас попробую найти подходящее мне видео. Например, вот это. Да, это видео отлично мне подходит, поэтому я нажимаю на скачивание. Все, видео скачалось. Затем я его просто вот отсюда прям беру, перетягиваю его и вставляю в свою презентацию, как любой объект. О, мне причем очень повезло, потому что это видео отлично подошло по размеру слайда, и мне не придется его там дальше как-то растягивать. Мне нужно сначала настроить анимацию этого видео. Я вот нажму вот сюда на вкладку «Анимация». У меня здесь появляется, да, вот здесь такой один. Это говорит о том, что на этом видео есть анимация, и по стандарту это видео, оно будет запускаться с щелчка. То есть, когда ты кликнешь, да, там на мышку, на кликер, оно будет запускаться. Мне это не устраивает, мне нужно, чтобы видео запускалось автоматически. Поэтому я выбираю вот этот первый пункт, захожу вот на вкладку «Время», и здесь выбираю запуск не по щелчку, а после предыдущего. То есть, после того, как у меня включится этот слайд, то у меня будет запускаться это видео. И выберу повтор не один, а десять. То есть, тут можно выбрать там любое число, которое тебе нужно, в зависимости от времени, сколько оно раз будет повторяться. Окей, здесь закрываю. Дальше я захожу на вкладку «Вставка», выбираю фигуры, выбираю здесь прямоугольник. Нам нужно еще только единственное текст вытащить. Вот, выберу текст, нажиму на него правой кнопкой, на передний план, переместить на передний план, все. Возвращаю видео на место, и теперь прямоугольник. Прямоугольник мне нужно растянуть на весь слайд, поэтому я его так беру, хоп, растягиваю. Оно у меня будет перекрывать видео. Я нажимаю на прямоугольник правой кнопкой, здесь выбираю формат фигуры. Тут выбираю сплошная заливка, заливку выбираю черный. Сразу же линию я отключу, у меня она не нужна. Это контур. И надпись, опять с надписью мы не доделали, надпись делаю белой. Дальше мне нужно настроить просто вот этот прямоугольник, настроить прозрачность таким образом, чтобы у нас было хорошо видно видео, и читалась хорошо надпись. Думаю, поставлю 70, параметр прозрачности 70, и все, могу запускать и смотреть. Ну красота же, красота. Вставка для истории. Записываю это видео 13 мая, вообще недавно начал заниматься ютубом, и у меня уже 357 подписчиков. 357 нереально крутых ребят, которые хотят учиться, хотят развиваться в поверпойнте, поэтому ты тоже подписывайся на этот канал, присоединяйся к нам в команду. А следующий, пятый инструмент, как разнообразить свою презентацию, градиенты. Вообще, иногда слышу от некоторых людей, кто говорит, что градиенты, они устарели. Градиенты, это круто. За счет градиентов можно просто изменить все настроение презентации, за счет цвета, за счет вот этого переливания, и таким образом можно разнообразить свою презентацию, сделать ее ярче и сделать ее интереснее. У меня вот здесь есть ссылочка, я нажму на сайт, покажу тебе шикарнейший сайт с градиентами. Вот здесь можно посмотреть, собраны просто сотни нереально крутых градиентов, которые можно отсюда копировать, можно вот так вот смотреть, скопировать цвета, играть с этими цветами, вставлять свою презентацию. Это нереально круто, я, честное слово, очень сильно люблю градиенты. Покажу, как это делать, как это работает. Есть у меня вот этот слайд, вполне обычный, вполне хороший слайд. Ну вот он какой-то такой слишком официальный, что ли. Я взял два цвета, уже выбрал с того сайта, специально для этого слайда. И мы попробуем вот эти вот объекты, вот эти фигуры перекрасить в градиенты вот этих двух цветов. Как я это сделаю? Я нажимаю на фигуру правой кнопкой, здесь захожу в формат фигуры, выбираю заливка, только здесь выбираю не сплошная заливка, да, а градиентная заливка. Тут у меня выбирается какая-то стандартная фигня. Я вот эти маркеры могу редактировать, могу выделить, нажать на минус, они удаляются. Мне нужно только два цвета. Выбираю вот этот левый маркер, нажимаю вот здесь цвет, другие цвета, выбираю пипеточку и выбираю вот этот вот оранжевый цвет, который я выбрал. Ты, соответственно, можешь пипеткой брать прямо оттуда с сайта, либо копировать код. Дальше выбираю вот этот вот правый якорек, выбираю цвет, другие цвета, пипетка. В Windows выглядит немного по-другому, но принцип точно такой же. Выбираю вот этот розовый, удаляю вот эти два прямоугольника. И здесь я, наверное, настрою немного угол и сделаю розового чуть-чуть побольше. Хочу, чтобы его было больше. Отлично, все, это закрываю. Как его быстро перенести? Я выбираю вот этот объект и скопирую от него стиль. Нажимаю Shift-Ctrl-C, выбираю, нажимаю Shift-Ctrl-V. И к этому крестику тоже. Shift-Ctrl-V, я копирую стиль, скопировал и вставил на другие объекты. Ну, красота же, красота. Ставь лайк под этим видео, если тебе тоже нравится. А следующий инструмент, шестой. Как можно разнообразить свою презентацию? Это хорошая анимация. Вообще, анимацию очень многие люди не делают просто потому, что они это делать не умеют и делают это очень плохо. Хотя за счет анимации можно действительно создать просто нереальный вау-эффект своей презентации. Вот нажму на восьмой слайд, я сейчас покажу. Ты уже это видел? Ведь вот это все, это все сделано в PowerPoint. И вот это пример, это пример интересной и хорошей анимации. И так в PowerPoint делать можно. И это действительно выглядит прикольно. Вот еще пара примеров, которые ты сейчас видишь. Это все из моих уроков на моем канале. Ты можешь найти эти ролики, тоже посмотреть, как я сделал ту или иную анимацию. И поэтому, какой главный мой посыл с анимацией? Не бойся, экспериментируй, пробуй вставлять анимацию в свои слайды. Учись, как это делать круто. И это будет работать на тебя. Это сделает твои слайды ярче и интереснее. И седьмой инструмент, как разнообразить свою презентацию, это иллюстрации. Особенно, если у тебя нет своих фотографий, которые ты можешь добавить на слайды. Но стоковые, они все равно выглядят немного шаблонно. И не хочется там вставлять стоковые какие-то фотографии. А хочется какую-то сделать яркую, интересную презентацию. Иллюстрации это прям самое то. Причем есть два варианта, да, где эти иллюстрации взять. Если вы какая-то компания, бизнес, у вас есть деньги, вы можете нанять себе иллюстратора, который нарисует прям конкретные иллюстрации под вашу тему, под ваши слайды и сделает презентацию интереснее. Если вы такой, как и я, то вы можете искать эти иллюстрации бесплатно в интернете. Я вот сейчас нажму на кнопочку на сайт, покажу один просто суперский ресурс, который я нашел, открыл для себя. Здесь собраны бесплатные, опять же, бесплатные для некоммерческих проектов, бесплатные иллюстрации. Они просто вообще самые разнейшие, с приятной графикой. Например, дай вот это открою. Ну просто же космос. Причем они сделаны в одном стиле, они прям в очень хорошем качестве. Их можно отсюда скачивать, вставлять на слайды. Они все с прозрачными фонами. Красота! Ссылка на этот ресурс тоже будет в описании. Обязательно посмотри, я уверен, ты там для себя что-нибудь найдешь. А в конце, как и обещал, бонус. Есть у меня один шаблон, который я делал специально на продажу. Шаблон презентации. Это 30 уникальных слайдов. Ты можешь этот шаблон скачать по ссылке в описании. Использовать в своих любых целях. Если тебе нужна презентация и ты не хочешь ее долго делать, ты можешь просто скачать этот шаблон, заменить фотографии, заменить текст. И пользоваться, использовать в своей работе. В следующем видео, который выйдет через неделю на этом канале, я расскажу, как я сделал вот эту анимацию, включение-выключение телефона и вот этот вот тумблер. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить. Я, Миша, учу делать тебя крутые презентации. Спасибо. Пока.